Не для всех жителей тверских многоэтажек оттепели дожди проходят бесследно, причем в прямом смысле. О том, что за окном плюсовая температура жильцы дома номер 16. По улице 15 лет октября определяют по огромным лужам в подъезде и по каплям талой воды с потолка собственной спальни. Причем такая дождливая погода в доме и зимой, и летом. Жильцы дома осенью уже обращались за помощью в нашу редакцию, но что-то заставило их вновь пригласить журналистов. Тему продолжит наш корреспондент. Смотрите, какое безобразие происходит. Эти кадры прислали в нашу редакцию жильцы многострадальной пятиэтажки. После очередной декабрьской оттепели с потолков пятого и четвертого этажей снова закапало. В подъезде на полу образовались лужи. По стенам сквозь электропроводку струятся серебристые нити талой воды. Как будто идет дождь в коридоре. Вы же видите, какие здесь коммуникации, вы же видите здесь электрические провода. Это же все подходит туда. Я считаю это очень опасно. Причина повышенной влажности – ветхая крыша. Интенсивность коммунальных дождей зависит от погоды вне дома. Обостряется проблема весной, когда тает снег, и осенью, когда частые осадки. В сентябре наша съемочная группа уже бывала в этом доме. Тогда жильцы рассказывали о том, как вода прорывается в квартиры и портит интерьер. Претензии граждане высказали своей управляющей компанией «Мастеровой». Но реакции, по их словам, не последовало. А вот что тогда рассказал нашим журналистам технический директор Укашки. В июле месяце нами проводился точечный ремонт кровли этого дома. Порядка 200 квадратных метров мягкой кровли было отремонтировано. Жильцы еще обращаются. Материал у нас закуплен опять для точечного ремонта данной кровли. Но этим, скажем так, вопрос до конца не закрыт. И вот прошло три месяца, а ситуация повторяется точно по тому же сценарию. Было написано заявление в управляющую компанию. 15-12-2022 года по закону они в течение трех дней должны были мне дать ответ. Ответа мне не поступило. Звонка не поступило. Никому до нас нет дела. Как пояснили в УК, сейчас залатать стечь невозможно. Из-за погодных условий, из-за должностей жильцов за услуги. Заплатки проблему не решат в целом. Кровли требуют капремонта. У этого дома сроки назначены на 2028 и 2040 годы. Юристы говорят, что содержание дома – ответственность собственников квартир. Стоит помнить, что у каждого дома существуют сроки капитального ремонта. Но в зависимости от износа общего имущества они могут быть смещены. Юристы принимают единогласное или большинство голосов решение провести капитальный ремонт, заменить крышу, чего-то еще, тропилы многие меняют. И сроки общие предусмотрено, что эксплуатация крыши 30 лет. Вот и ставятся примерно сроки, что пора будет проводить ремонт. Есть в фонде капремонта возможность вывести свои деньги, капитальные, которые накоплены, на специальный счет, то есть счет этого дома. Мы решили на собрании выбрать подрядную организацию провести ремонтную работу. Но для этого нужна инициативная группа, которая возьмет на себя львиную долю работы по сбору подписей, оформлению документов. УК готова помочь в этом. Процедура, безусловно, не быстрая. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих.